привет друзья мы дружный ансамбль первый лад и мы сделали то что обещали записали видео обращениях ко всем вам где мы ответили абсолютно на все вопросы которые вы задавали на ютюбе и вконтакте сделали это все втроем было очень интересно вопросы были реально классные на них было интересно и познавательно отвечать что-то себе узнаешь пропуская эмоции других людей всем тоже будет интересно смотреть пишите в комментариях соответственно как вам стоит ли нам периодически делать такие штуки мы внимательно все изучим как мы это обычно делаем но теперь внимание видео катерина спрашивает меня расскажите о себе о том как начинали играть на гитаре про свое становление свое творчество про трудности с кем играли и так далее это длинный вопрос как я начинал играть на электрогитаре ну я купил подержанный самопал с педалькой где были перегрузы и потом за 100 долларов как сейчас помню и потом продал эту педаль за 150 долларов это была самая успешная сделка моей жизни собственно вот что характеризует ее с определенных углов а сначала мне интересовала тяжелая и очень тяжелая музыка то есть тяжелая музыка это не группа акцепт на тот момент был для меня и не группа металлика это классика всякого гранд-кора типа напал дед black flag и всякий трэш типа пантера и слэйра в общем ничего толком я оттуда не научился но гранд-кор и группу пантера и слэйр я до сих пор люблю потом это будет уже следующий вопрос который я помню у нас есть про то как я пришел и дожил до блюза я на него отвечу позже и соответственно с кем я играл на сегодняшний день я играл с я начинал играть с единомышленниками похожими по возрасту на мой и наша группа называлась дабл виски мы играли такой рок и блюз рок но блюз рок не гитарный героический просто он такой был симпатичный позже я присоединился а да еще успел немножко в кабачке поиграть но и в поп-группе но мы не будем об этом это были ошибки юности зато я купился много какого гитар гира что потом еще долгое время не мог делать и до сих пор не всегда могу золотые деньки затем я присоединился к блюзовой группе михаила мишурица потом мы с друзьями организовали акустическое трио фолк-лайн еще играл с андреем сон у нас группа назвала smoke and hobby это был такой современный new wave современный смысле потому что вот мы сейчас живем они 80-х то есть там все было довольно гитарно без без пэдов без ревера и без хлопков соответственно сейчас я играю в группе фолк-лайн и с джулиан и стрэндж лав которые совместительство является моей супругой и соответственно у нас вот такой дуэт совершенства мы ездим сделали английские записи 5 песен потихонечку они выходят вот этим летом поедем покорять германии посмотрим что из этого выйдет запад нам поможет за границы нам помогут стира и классика вопрос от оливочки на ютюбике как вы все познакомились и как появилась идея создание первого лада мы познакомились двухступенчато сначала мы познакомились с максимом шелганов такой есть и был клуб ритм близ кафе в москве и с означенным михаилом мишурицем мы там играли ночные концерты каждую пятницу субботу с 12 до 3 и дальше там ночи с тех пор сплю я определенным совершенно образом собственно там ко мне подошел максим и мы познакомились он не помню сразу или через раз как спросил преподаю я я преподал максиму игру на гитаре какое-то время а потом максиму сюда мне с кем-то изменил куда-то еще пошел начитал что кто-то лучше научит а потом опять приполз ко мне на коленях как и всегда бывает я его поднял и тряхнул расцеловал садил опять начал играть на гитаре а потом максиму родилась гениальная идея после того как он видим опять там периодически ходил налево ко всяким арти шварцам и там смотрел как надо играть все-таки на гитаре и предложил что-то создать создать такое же русскоязычное собственно я горячо поддержал эту идею вот с тех времен прошло четыре года теперь моя версия ответа на этот вопрос но началось все с того что я попал на концерт пола маккартни в 2010 году это был мой первый большой опыт вообще подобного мероприятия и после концерта я вышел со стойким ощущением что я хочу учиться играть на гитаре через полгода после этого я продолжал как-то заниматься ковырять гитару по урокам на ю тубе марте шварц если не ошибаюсь потому что тогда на русском языке вообще 1 практически ничего нельзя было найти и я с другом совершенно случайно попал на концерт дениса ритм блюз кафе пришел сел взяли пару пива и собственно когда они начали играть мне настолько это понравилось я вживую ничего подобного тогда не слышал мне очень понравилась игра гитариста мне очень понравился блюз как это звучит и я захотел научиться этому после концерта подошел к денису представился сказал привет круто хочу хочу учиться у тебя и так мы познакомились и последующие несколько лет я продолжал учебу в университете и просто ездил к денису как студент с течением времени у нас завязались какие-то более более дружеские более товарищеские отношения и в какой-то момент я понял что насколько крутой денис преподаватель насколько крутой денис музыкант и нельзя нельзя такое золото прятать от других к тому же но тогда действительно огромная проблема была найти что-то стоящее какой-то стоящий интересный разбор на русском языке я не знал ничего про youtube никак снимать ролики не вообще как что работает у меня просто было ощущение что хорошо бы хорошо бы сделать свой канал и разбирать там то что нам самим нравится и предложил эту денису и он согласился вот вот так мы начали ну и соответственно в процессе с течением времени к нам присоединился андрея и сейчас мы послушаем его версию ну а как я познакомился с ребятами очень просто с денисом мы были знакомы скажем так всегда мы родственники фактически я не уверен свои акимы или нет если кто-то смотрел breaking bad мы с ним как волтер уайт и хэнк то есть по моему именно так на только мед не варим так что нас фактически связывают родственные пузы косвенно а с максимом мы познакомились чуть позже когда первый лад уже был запущен ну когда стало банально не хватать рук когда контента уже требовалось сделать больше сами ребята вдвоем не справлялись что говорить мы втроем иногда нагружены до предела как они вдвоем в первый год справлялись я и сейчас на слабо представляю до сих пор но так собственно и познакомились максимом к понадобились лишние руки ну и да нужен был человек который умеет как-то монтировать что-то снимать что-то по гитаре может но оказался подходящим кандидатом пришло время мне измениться пришло время мне извиниться за то что если я что-то фамилию назову неправильно простите меня друзья за все то зло что я вам причинил вопроса тимура сухбанова какую форму электрогитары вы считаете самый эстетически совершенный а если выбрать одну то я скажу что не хочу выбирать одну мне очень многие нравятся классические формы гитар телекастер лиспол sg firebird банки от гибсонов 3035 и подобные не банки а сами полу баре от гибсон что касается форма акустических гитар мне нравится очень плечи от фирмы гибсон и форму от мартина тоже ну то есть это тоже классика акустического гитаризма чок про электрогитары наверное если еще что-то вспомнить наверное мне еще что-то нравится но то что я это назвал наверное но ближе все лежит к сердцу так что на такие вещи отвечать надо не задумываясь а то что-то придумаешь вопрос от антона князева денис добрый день вопрос достаточно избитый и я думаю не раз уже обсуждался но я хотел бы услышать это от вас вас большой буквы это всегда приятно как правильно выстроить план занятий на электрогитаре какие техники за какими осваивать какие соло упражнения или рифы нужно обязательно разобрать начинающему играю на гитаре уже года четыре но особо успехов не достиг постоянный тупняк а что учить дальше чтобы плавно повышать уровень навык это вопрос если какое-то негласное правило как лучше спасибо за ответ а здесь вопрос он действительно наверное на несколько частей должен быть разобран первые всякие технические штуки я не советую играю вот лично я не советую играть упражнение больше там не знаю чем 20 минут в день выберите какие-то упражнения на базовой штуке допустим на правую руку и на левую руку ножа легато и соответственно занимайтесь то есть ну на правую руку упражнение это обычно всякого рода хроматические упражнения на легато их довольно тоже много я думаю все это вы можете найти интернете другое дело правильно ли вы это делаете то есть должен быть некий контроль то есть вам кажется что вы играете это упражнение и все круто вы должны технически расти каждый день делая все это по плану но если вы что-то делаете не да к сожалению рост он будет останавливаться и все такое поэтому в общем люди идут к преподам то есть этот институт тоже нельзя отменять и и она всегда есть в целом что касается правых или левых руках если у вас есть какие-то вопросы самому себе старайтесь смотреть как можно больше видео тех гитаристов которые как вам больше нравится играет смотрите что у них происходит вот эти всякие нюансы сейчас youtube вообще все очень очень не очень просто и в целом мой совет всем начинающим гитаристам старайтесь играть как можно больше уже готовых песен то есть не бойтесь этого не надо играть там какие-нибудь разгрозненные соло вот есть песня лейла там есть риф там есть куплет сыграйте и вот есть песня back and black там есть куплет припев и есть там средние части возможно кстати вру не помню там точно есть куплет и припев вот сыграйте это все и таким образом вы будете расти то есть в основном нас вы чем больше песен вы знаете если очень много песен beatles красиво там есть интересная гармония максим победоноснов скинул руки там есть классная гармонии чем больше у всяких то есть последовательных аккордов чем больше вы это знаете тем больше у вас опять же развивается мозг все такое то есть главное не париться на упражнениях играйте песни и старайтесь это делать максимально похоже на оригинал богдан кордонец или кордонец вот пришло время извиниться еще раз еще это неправильно стоит ли ожидать больше вьетнамских флэшбеков я думаю да больше не будет точно то есть это да должно быть четыре раза в месяц вьетнамских флэшбек я боюсь сердце у нас не выдержат а флэшбеки будут еще точно там еще осталось по сусекам кое-чего файл праздников как-то просил разобрать ради ну и the king эрика клептона и биби кинга есть планах это я вам ответил вконтакте как сейчас я помню я не считаю альбом ради ну и the king совместные эрика клептона и биби кинга кроме того что они там играют вдвоем до выдающихся человека в этом альбоме есть ничего в этом альбоме нет ничего в общем выдающегося на мой нескромный взгляд там очень странный какое-то сведение с притопленным вокалом собственно биби кинга мы выпили динам эрика клептона то есть на мой вкус не это не нравится то есть я предпочитаю отдельного клептона и отдельно биби кинга мухи мухи отдельно котлеты отдельно цитируем классика даниил банаев спрашивает игра стоя игра сиди как-то отличаются как сделать чтобы удобно было и с олег играть и аккорд фа мажор брать знаменитый баррэ но в общем ничем не отличается игра стоя и игра сиди левая рука делает то же самое что и правая рука естественно есть разница в кое-каких там углах и в целом в ощущениях мой совет если у вас есть вот эти вопросы по поводу сидя и стоя то просто тренируйтесь как можно больше играть стоя то есть но это не такого что типа я к вам подошел положил руку на бедро и немного тут сдвинул в одну часть немножко приподнял локоть улыбнулся и искал теперь играй старик и у вас все получится нет это очень такой же опыт вы первое время выбираете насколько низко или насколько высоко то есть насколько высоко это насколько удобно вам играть если очень высоко поднимать фактически там такое же будет положение как и сидя ведь некрасиво хотя группа битлс бы со мной поспорила но anyway если низко то это очень круто да там она висит там где надо и висеть но играть уже неудобно но чем дольше играть и на гитаре тем она более сползает с возрастом вот главное держаться разумных пределах естественно артем жуляев каким образом появился первый зум в истории первого лада о это мы знаем кто ответит появился он очень просто я только пришел в коллектив и первым моим поручением был монтаж курса акустический блюз и и как-то так вышло что я очень долго в какой-то день сидел монтировал один урок сразу второй третий подряд я уже подутомился немножко монотонное довольно таки занятие и хотелось каким-то образом разбавить обстановку как-то развлечь себя и как раз этот момент денис что-то сыграл очень многозначительно посмотрел в камеру и я решил вот себе на потеху сделать вот этот цифровой зум получилось очень эффектно я похихикал так как дурачок сам вот ну и все и забыл до поры до времени потом эта история повторилась уже денис как-то посмотрел в камеру уже в обычном уроке я это сделал выложил на канал и люди оценили с тех пор вот постоянно спрашивают где зумы когда больше зумов следующий вопрос от алексея раутсона на какую камеру снимаете очень нравится картинка спасибо снимаем мы на обычный canon 650d обычный кроп и в качестве объектива если вам тоже интересно используем сигму 1750 с 2.8 апертурой от себя могу добавить что на самом деле объектив и камера это не такие важные вещи в первую очередь на самом деле на качество картинки как это ни странно оказывает влияние звук и потом свет так что не забывайте про это тоже и не забывайте что камера это половина эффекта потому что если мы уберем все картинка будет вот такая обязательно подкручивайте контрастность резкости добавляете чуть слу макеру поиграть но и чуть-чуть в тепло можно вывести цветокоррекцию тогда будет совсем красота максим пугачев спрашивает буду благодарен если поможете упорядочить понимание ритмической терминологии down beat back beat up beat и так далее спасибо down beat я знаю что down beat насколько я помню это журнал по джазу а может я чё-то down beat честно скажу не помню что такое но back beat up beat это видимо имеется ввиду игра чуть-чуть назад игра чуть-чуть вперед я все время скептически к таким вещам относился потому что в общем люди они правду вот играют как чувствует чаще всего и говорить им сыграть чуть вперед и чуть назад обычно это чревато провалом всей группы поэтому вообще то есть если вы особенно начинающий не можете спокойно там импровизировать и попадать метроном вообще вам про это не надо думать просто научитесь играть ровно и вас вообще все полюбят а вот это вот уже бэкбит и обид вот ну оставьте на самое позднее ваше созревание ведь я тогда этого и не дожил поэтому надеюсь вы разберетесь этим и напишите нам мы кстати будем это только приветствовать он принципе есть английской википедии где я думаю все это есть мы не будем читать не знаю так не знаю такой вопрос как стать крутым как кит ричарс или чак бери либо таким можно только родиться от клементия донцевича знал бы прикуп жил бы в сочи как говорится смотря что имеется ввиду под крутость допустим кит ричарса и чака бери оба сидели в тюрьме у нас в россии это любят я думаю такими рождаются вот если вкратце то ну или ну и рождаются или становится в процессе всей жизни то есть это некий набор человеческих качеств которые приобретает та или иная персона пройдя свой вот этот пусть жизнь прожить не перстень заложить как говорится поэтому да я думаю такими становятся но и рождаются тоже вопрос от симоны вишня и он звучит так будут ли разборы песен мистера роя орбинсона здесь ответ утвердительный вообще странно что мы не разобрали у него очень много симпатичных песен и просто чё-то руки не доходят со всякими этими вашими и хендриксами и cdc и группами нирвана молодежь алчат музыку уже ближе к 90 ну и конечно классику рок-н-ролла и ритм-блюза от белых людей мы тоже не должны забывать и обязательно будет разбор роя орбинсона мы уже сделали зарубку на нашем дереве разбор от андрея марченко вопрос привет что слушаете из музыки последнее время если какие-нибудь молодые блюзовые вундеркинды которые на слуху подает надежды я неправильно расстал знаки припинания ну понятен вопрос пытается принести что-то новенькое в блюз спасибо а я считаю что блюз ничего не надо новенькую приносить уже все хорошо можно единственное что сочинять новые классные песни потому что те которые остались на матвиле диксона уже немножко их уже все поиграли они такие немножко затасканные все при этом они все равно очень крутые новое поколение блюзманов я знаю акустического блюзмана он прям чернокожий прям слепой его зовут blind boy пэкстон и он играет педимонский блюз с такими юмористическими текстами например его есть хит ugly woman save me no это очень смешно вот поэтому вот так что касается электрогитарных ну я не знаю я не слышал в принципе гэри кларк джуниор в свое время вызывал меня интересную чё-то пока больше всего в этом мире от музыки мне интересуют хорошие песни вот гэри мне пока особо ничего на слух не ложится так что наверно не удовлетворил ну по крайней мере послушайте blind boy пэкстона это о от игоре семёнову вопрос будет ли когда-нибудь разборная металлика мастеров папаться ну мы вообще планируем нам хотелось бы какому-нибудь завести специально обученного человека у которого правая рука не такая как у меня а он бы все это энергично делал и жарил бы рифы на радость всему нашему сообществу первого ад но бы его окружили почетом заплетали бы моего волосы и кормили бы виноградом с руки здесь у кого-то есть предложение мы их с удовольствием выслушаем так что да такого мы человека ищем который любит уважает и хорошо играет тяжелую музыку и хочет рассказывать о ней людям чего не интересного и все такое все таки это не наше с андреем стезя мы по стариночке больше технический вопрос от игоря мешалкина денис в разборе видео песни и cdc танды стракты держишь большой палец левой руки как-то по блюзовому и не применяешь при игре этого соло мизинец вопрос это правильно по скрипту я пробовал по классике большой палец и применял мизинец как-то неудобно вышло что ж игорь ответ довольно прост то что вы имеете ввиду блюзовые позиции она же бога она же жора это собственно позиция во всем роке и везде в любом стиле где вам нужно делать бэнды и глушить струны в классической установке это не используется везде держите большой палец именно таким образом потому что иначе у вас не бэнды не вибрато не будут нормальные поэтому собственно вы всегда можете посмотреть как авторы играют это произведение на ютюбе и посмотреть как держат большие другие пальцы они касаемо того что я не использую мизинец это древняя блюзовая традиция мизинец довольно слабый палец видите его поджал в доказательство этому и соответственно очень так называемый трех пальцевая техника и все что вы можете играть с третьим пальцем вы играете с третьим пальцем то есть ну я я могу и так и так но имейте ввиду что трех пальцевая техника это актуальная штука и она применима довольно многими музыкантами арсений фифти техника или душа я считаю что в общем техника никому еще не вредила но если она без души то это такой некий анонизм а если а зато бывает душа и без техники и всех этих людей мы знаем и слушаем с большим удовольствием так что то есть одно без другого работает а вот техника без души как тоже это для специально обученных людей у которых самих нет души они слушают это все грикорий зимановский когда будет курс по фанку и ритму да когда будет солдан зов свинь пытаюсь пародировать не русский акцент курс по фанку пока не знаем когда будет потому что судя по всему спрос на фанк не так велик если он велик то можете в комментариях нас переубедить по ритму скоро выйдет уже мы его записали он лежит на полочке си есть не просит аккуратненький такой он будет классный и советую пройти вообще всем принципе когда будет солдан зов свинь будет когда пока не знаем я люблю это соло но мне нравится текстом удивительно конечно песни но песни хорошие соло хорошие там его два я когда-то их играл и надо вспомнить было и записать это вопрос от иван иван денис 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 вопрос к тебе когда-то первый раз взял в руки гитару из-за чего и рассказал ли ради когда родители узнали да 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 и рассказ когда родители узнали максим какой-то историю видим пытается рассказать слева от меня я да и хочется пошутить что там типа взял чтобы отбиться но мне что-то жгло изнутри в пубертатном периоде хотелось реализоваться как некая творческая единица и в общем не очень я понимал что мне для этого нужно даже пробовал много лет ходить на самбо это оказалось немного не тем и потом я очень сильно любил музыку видимо мне захотелось воспроизвести часть ее часть стать частью вот этого мирового движения тогда еще не знал ничего об инди-роке а возможно тогда передумал бы собственно я купил гитару и вот сижу перед вами один как в тумане дрожу трепещу отличный вопрос а готов там да как откосить от армии ну я могу свой опыт просто не живите по прописке тогда к вам будет некуда прийти устраивайтесь работать снимайте квартиру друзья я надеюсь нас еще не вели уголовные ответственности за то за такие ответы андрей багровских будут ли уроки или может быть курс по развитию музыкального слуха или хотя бы несколько советов а мой вам совет снимайте как можно больше песен не ленитесь это всегда тяжело то есть сначала просто пытайтесь аккорды снимать песен которые вам нравятся потом до сняли посмотрели на там ultimate гитара или еще где-то свелили вторую песню то есть ну развивать слух это не то что вам вошли в чипу в голову и он вас разовьется то есть развивать слух это именно так ну и потом есть такая программка ир мастер всем советую она такое с альфеджио в коробочке еще раз повторюсь ир мастер сам никогда не занимался по ней не я пробовал по ней заниматься ну так по фану так вообще могу посоветовать а дима кульков каким были ваши первые шаги на пути к изучению игры на гитаре кто вас вдохновил ну меня вдохновили вот как я сказал сначала играл тяжелую музыку потом уже блюзу я перешел и собственно вот расскажу я кто меня вдохновлял и до сих пор вдохновляет блюзовой гитаре так что ну скучный ответ но тут на протяжении всего вокруг этого будет вопрос желание играть на гитаре возникло в детстве совсем раннем еще в пять в шесть лет тоже услышал битлз тоже был впечатлен хотел так же играть эти песни играет соло и что делать интернета не было каких-то знакомых шарящих теме тоже не было отдали в музыкальную школу там к сожалению единственное что я научился играть это какие-то романцы скучные которые совершенно было играть естественно неинтересно причем это была на семиструнная гитара совершенно другим строем и это просто в пустую потраченное время возможно самое бездарно потраченное время в моей жизни потому что я ни одного аккорда не внес оттуда я относился к музыке какой-то последовательности аппликатур который играл но я вообще не понимал что происходит решительно я просто заучивал ноты за нотой то что я не хотел заучивать так что я даже не считаю это началом какого-то пути а все то что я знаю как бы могу умею сейчас это уже в 20 лет мне захотелось сыграть песню false and prison plus джонни кэша очень сильно и я как вот и большинство из вас открыл youtube написал false and prison blues лессом это был youtube пищу образца 2010 года и вот что удавалось найти по таким разбором и учился и начал разбирать песню за песней потому что втянулся ну а там уж пошло-поехало чем больше песен учишь тем легче дают следующие начинаешь замечать между ними какие-то общие вещи ну как то так а и ля казаков не скажи пожалуйста как ты ставишься гитар-баттл проставишься ли я на гитар-баттл ну видимо относишься если тебя запросили участвовал бы но есть меня запросили я бы на участвовал почему нет ну там в первом выпуске был стив некрасов жюри горячо любимый друг из питера отец основатель дельта блюзни вы когда люди жюри сидят чем не поучаствовать я отношусь нормально как бы смешно просто что-то появилось против рэд баттла и она относит меня к моим любимым временам когда из-за этого люди дрались там чего-то металл или рэп вот это все но рэп баттлы выглядят очень сильно побогаче и там если присмотреться кто в зале там такие молодые энергичные люди на рок-баттлах как бы немного нет ну то есть не немножко как бы это все умиляет но если это если кто-то считает что это популяризирует что-то то пускай он так считает я на самом деле считаю что это ничего не популяризирует отлично для меня от этого люди не узнают хороший губ там типа граунд но и у нас будут такие вопросы от данила юю как относишься к фред гитаристу но фред гитара это канал его неизменный лидер шильников юрий унипиль на бонды шап восхищаюсь мистер кауле какая гитара плане дизайна и внешнего вида для тебя самое красивое видео застывает кровь в жилах для меня из га сг отличная гитара люблю играть на ней слайдом я уже отвечал очень на этот вопрос но кровь мне еще уже мне бы наоборот не разогнать ее как можно быстрее мне не надо чтобы она у меня стыла уже не так я а вам молодой человек да видимо у вас как раз куртка бэйн кстати вот я вспомнил джаз мастер джаз мастер иван вагапов привет хотелось бы узнать сколько лет каждый из вас андрей и денис занимается гитарой я занимаюсь гитарой с 16 лет то есть это уже получается в этом году будет 17 лет все никак андрей ответить на этот вопрос глеб джерих как ты относишься к джаз мастером вот как раз ха-ха к музыкантом которые играют джаз мастерс я люблю джаз мастер классный гитар который реально отличается от других в этом не большое преимущество от василия сергеева вопрос денис подари себе хороший реверф например астронавт в два не понимаю как без него для меня ревер и овер самые ходовые вопрос впереди летний шашлычный период не для всех какую музыку вы любите играть собираясь в кругу родных знакомых подвыпивши не уж то русскоязычную музыку вроде гражданской обороны никогда не играете по порядку по поводу подарков ну чем те все подарю я на самом деле да без без реверба страдаю вы правы он нужен чуть более чем чаще и это просто скряжничество истяжательство меня останавливает от этого вроде как бы у меня вот на комбике с которым мы начинали там он стингер называется там был реверп вшитый а на ерасове нет это вопрос к ерасову на самом деле почему он не встраивает пишите ему я планирую это все завести так же как и гитару с хамбакерами уже многие годы но пока никак по поводу собираясь в кругу родных знакомых я не как когда в кругу родных знакомых я в принципе не играю на гитаре то есть меня нет такого желания меня есть желание там пообщаться отдохнуть а в пить вообще никогда я не был пьяным никогда в жизни так что да русскоязычную музыку вроде гражданской обороны когда не играть я игра я помню я пел один раз что-то я пел в караоке один раз кругу родных знакомых подвыпивши что-то русское не помню что это было паре что ли я не раз я пел под гитару песенку монтюнг это я даже архан соло архан соло где можно пройти полный курс обучения мистерство зумов мой ответ солнцу какая гитара является самой функциональной или универсальной это хороший очень вопрос такой гитару нет то есть как минимум надо иметь гитару с с синглами гитару с хамбакерами как у меня нет допустим потому что все эти отсечки на синглы это все для малоимущих потому что в любом случае обычно хамбакер остается на корпусы из другого дерева там используется поэтому да две гитары как минимум надо иметь с синглами и хамбакерами и акустику уже три гитары геннадий зюганов спрашивает нас жигунов а так даже смешнее геннадий жигунов извините пожалуйста геннадий зюганов это просто у меня флешбеки опять же ребзя будут ли видео по бас-гитаре но пока с мастеров папы разберемся там посмотрим как научиться играть рок фьюжн спрашивает нас тонненький как он играет научиться играть рок фьюжн вообще чего начинать осваивать фьюжн гитару хочется из теории узнать какой лад применяется во фьюжн и как вообще строится соло вокруг чего надеюсь услышите увидеть . а если у вас уже есть такой ролик можете дать ссылку у нас такого ролика нет я довольно слабо вообще представляю я знаю только грехового из фьюжн гитар это я слушал что-то в кубертантном периоде мне очень даже нравилось это гитаристы энрико энрико и глейсоса друзья то есть говорит о том что очень фьюжн гитаристы они зарабатывают чуть более чем немного это я тип так прошелся по ним я не очень люблю эту музыку честно говоря не не очень понимаю что там как поэтому я к сожалению не могу ответить на этот вопрос алексей инк денис почему за все время первого лада у тебя до сих пор все тоже телекастер и комбик комбик другой так что это не совсем правда а гитары акустическая тоже другая у меня гитара и допустим вот андрей притаскивает стартокастер так что не совсем это правда то есть у меня нет другой какой то супер дорогой гитары но четырнадцатый год изменил жизнь многих у нас друзья александр лебедев бессменный подписчик денис расскажи как снимаются уроки где за раз сразу несколько просто каким животным я считаете также еще играешь нескольких группах выступлениях это слово откуда столько времени а разрываясь буквально друзья как проходит записи мы собираемся в моем скромном жилище мы записываем все что мы по плану расписали потом иногда у нас происходит заседание дегрессационного клуба мы его основали вот буквально год назад может даже чуть поменьше нам очень нравится а прощаемся до следующего раза откуда столько времени ну это на самом деле ну люди работают 9 to 5 каждый день у них тоже есть время нет просто работа друзья one way or another поздравляю с днем рождения канала спасибо процветание ваш контент очень нужен ютюба базара нет вопрос поскольку часов в день вы занимаетесь на гитаре и какие упражнения выполнять каждый день тот тип базовых упражнений на все случаи жизни я делаю два упражнения и то нерегулярно это хроматизм и упражнение на легато оно есть вот у нас на канале если вы ведете по упражнению то есть вы увидите это все сколько часов в день ну сколько вам хочется столько занимается на самом деле чем больше тем лучше тут ответ один ну не меньше часа в день я советую а я занимаюсь ну смотрю что имеется ввиду занимаюсь то есть я играю там разбираю какие-то песни для канала разбираю какие-то песни для работы я не знаю я не засекал правда то есть ну уже как бы перестаешь думать об этом и канал Акимеус пишет привет вопрос Андрею как ты так хорошо объясняешь спасибо я очень тронут если вы так действительно считаете вам наверное виднее попытаюсь объяснить какой подход мой к урокам и я хорошо помню себя молодого вон того самого двадцатилетнего который учился играть по ютубу преимущественно и ну знал буквально действительно АМ ДМ Ц Ф и меня немножко напрягало когда преподаватель как-то недостаточно разжел все то есть когда он что-то играет такой говорит а теперь ставите пальцы так но не объясняет что это почему это что это такое то есть опять же та же история что в музыкальной школе учишь последовательность нот но не понимаешь общей концепции я свои уроки стараюсь по такому же принципу нет я стараюсь свои разборы делать не такими я их строю ну как бы предполагаешь человек который включит урок по песне он будет знать реально там базовые аккорды и ничего больше поэтому может что-то бейся продвинутых гитаристов гитаристов, то есть кто-то мотает эти видео, там нервничает, он достал, хватит воду лить. Нам часто пишут, что мы воду льем. Я же считаю, что нет, наоборот. Если человек знает два аккорда, ему очень полезно будет, когда ему в порядку все объясняют. Вот у нас АМ, поставим сюда пальчик на шестую струну, это будет АМ с басом соль, то есть вот такая аппликатура, такой аккорд. А если сделаем так, то будет такое. Почему это происходит, что вы еще можете с этим сделать? Все это проговаривать, объяснять, это как-то позволяет человеку больше понимать, что он играет, что он делает. Это очень полезные знания, как мне кажется, которых лично мне часто не хватало на ранних этапах. Я бы хотел, чтобы преподаватели более подробно объясняли, что они делают, а не просто показывали вот нота за нотой. Поэтому да, сам стараюсь не повторять тех же ошибок и быть более дружелюбным для начинающих гитаристов. Мигель Квази. Чё, Денис, аниме? Артур Пирожков, легендарный персонаж, нас спрашивает. Привет, Денис, существует ли для тебя какой-либо уважаемый автор или исполнитель блюза в российском музыкальном пространстве? Или изначально постановка о российском блюзе режет ухо? И звучит как аксюмарон. Я знаю это слово. Лично я обожаю то, что делали. Делают питерские Юрий Ильиченко, The Way, Crossroads, московский Евгений Маргулиц, Лига Блюза, Дэкс, только, Йобургские, троеточие. Йобургские нравятся мне. Йобургские вот уже поснимались на нашем канале, надеюсь их выпустят ещё раз из этого города. Ещё раз поснимаются Йобургские. Мне нравится, я помню этот вопрос, я уже даже его формулировал для себя. Ну сейчас из молодых много кто есть хороший. То есть, если что касается блюз-рока, есть Михаил Кистанов, есть Евгений Ламбок, который живёт в Санкт-Петербурге, вот он был в гитарном баттле, хорошо играет очень. И, в общем, Сергей Воронов, да, прекрасно. Сергей отлично играет. И блюз, и блюз-рок. Русскоязычная я, да, не очень слушаю. Не нравится мне. Вот. Хотя, в общем, я как-то вот спокойно, допустим, отношусь к тому, что делала там Умка в рамках вот такого хиповского блюза. Для меня не звучит как Оксимарон, потому что есть же польские джаз-мены, которые известны на весь мир. И, собственно, почему бы русским блюзменам нет. То есть, ну, сейчас просто давно уже границы размылись, есть интернет, и всё такое. Бери, едь в Америку, учись там играться. Блюз, но будешь русским блюзменом в Америке. Классно будет. Игорь Бузунов. Привет, Денис. Спасибо тебе и всей команде за крутые видео. Скажи, как ты начинал играть? Почему именно гитары? Какие были сложности? Подводные камни, это я добавил от себя. Заранее спасибо. Ну, как я начинал играть, я говорил, почему именно гитары? Ну, мне нравилось, потому что гитары играют джжжжж. Вот этот звук бас-гитары, конечно, так не может делать. Ну, вот. Ну, может, но не совсем это так. Какие были сложности? Ну, сложности, ну, то, что это требует вложений финансовых. надо заработать там на это все такое и продолжать вкладываться но надо заниматься ну в принципе сложности были вот только есть чуть купить а так саша дошла спрашивает когда будет разбор queen будут на 1 до давно пора никита лакхин стоит ли ждать серию роков или курс по альтернативному року типа пиксель смели в этот underground и р.м. первые две группы вообще одни из моих любимых так что спасибо вам дорогой друг курса честно говоря не знаю то есть я планировал точно разобрать там кинь пару хитовых песен пиксель так интереса к ним мало и поэтому как известный конъюнктурщик хочется делать то что людям интересно еще не тоже хочется делать но надо видимо делать популизмом я на канале не занимаюсь не хватает этого в том что я делаю творчество тоже там тоже как бы интересно не так много а у вас прекрасный вкус да да не башев какое отношение к пошлой моли и буераку нужна ли такая музыка массам я знаю что такое пошлой моли и буерак я потому что с молодой для с молодыми всегда с молодежью буерак мне очень не нравится потому что там человек поэт очень похоже на юрия хоя из группы сектор газа для меня это все закончилось в 93 году ну пошлой моли но мне не очень нравится но мне нравится что молодые люди пишут музыку такую сейчас энергичную они как допустим группа сплин когда все плохо и кто виноват что делает это все так что скорее положительно отношусь почему вы не любите скорпиус спрашивает саша plays мне не нравится такой вокал мне не нравится такая подача в музыке в лучше всего это в сериале симпсоны было означено что а теперь мы пойдем на авиационный шоу где будет звучать скорпиус гитара lessons спрашивают нас как определить хорошая или плохая гитара по рассмотру самой гитары но есть мастера которые могут как бы по структуре дерево но посмотрите на хорошие гитары а потом посмотрите на плохие гитары вот как бы чувствуете вы какую-нибудь разницу если чувствуете то вы вот чем больше вы смотрите соответственно хорошая гитара тем у вас более глаз наметанный то есть постоянно смотрите на хорошая гитара, и если вы будете этим заниматься лет 15, то в принципе вы уже сможете быть консультантом на ebay, вы будете смотреть, как бы сразу определять, хорошая она или плохая, возможно нюансы какие-то уже проекте. Игорь Бахтин Денис, как ты для себя определяешь хороший исполнитель или плохой? Это на глаз старик. Ну, мне либо нравится исполнитель, либо не нравится Это первое, ну, хороший Я это лично для себя оценю по сонграйтерству То есть я не беру инструментальную музыку Это, ну, очень сложно наверное, в случае инструментальной музыки С точки зрения песенной музыки Ну, то есть, есть какие-то критерии, которые я для себя за годы выработал Что мне должно нравиться, чтобы быть хорошим Ну, то есть, Петр Репин хороший художник или нехороший Разные все вопросы Словные все Хуки-машки Извините, Жуки-машки Или Жуки-машки Какие или какую акустическую электроакустическую гитару для блюза и рок посоветуете до 30 тысяч рублей Ну, а акустическую гитару, наверное, что-то будет Ямаха Как она называется, Ямаха? Вклинюсь как раз Возможно, это не совсем то, что вы искали Но я думаю, это будет полезно тем, кто хочет купить недорогую акустическую гитару У меня пара знакомых начинающих Покупали гитару Ямаха F310 Это, я так понимаю, достаточно популярный Даже легендарный инструмент Среди новичков И я был очень впечатленный То есть, все как надо Собрано хорошо, звучит хорошо По балансу там все в порядке Прям так и не скажешь А стоит не то, что дешевле 30 тысяч рублей А стоит дешевле 10 тысяч рублей Так что Обратите внимание Фладий нас спрашивает Вы уже начали в таком составе Или кто-то приходил за свое время С существованием первого лада Ну, вот у нас В третьем Сакральное русское число В третьем будешь Это Андрей пришел Ну, и сейчас вот мы приглашаем Как вы обратили мои люди на наш канал Ну, это Такие они Не ядро Не ядро Михаил Храбрых С Южепиком Мерлина Мэнсона Спрашивает нас Денис, как появилось желание Играть блюз Неодолимое, видимо И какой твой любимый исполнитель А про мои любимых исполнителей Я, наверное, специальный видос запишу Мы сейчас будем делать Какие-то видео с говорильней Желание у меня появилось Мне брат отдал Дискова Но, видимо, он был не нужен Назылась Planet Blues И там Все Весь топчик был Биби Кинг, Альберт Кинг, Фредди Кинг Джон Ли Хукер Мне очень понравилась эта музыка И, собственно, вот так У меня появилось желание Делать что-то подобное То есть Ничего прежнего Ничего прежде По вот Такой эмоции Я не слышал Это был просто взрыв Такой башки А, там кровь стыла в жилах Вот Как надо, собственно А это был Трек Бодигай Я помню, это первое было То есть, наверное, я слышал Каких-нибудь Гарри Муров Тоже С Эриками Клэптонами Но Когда вы слышите Классический Чёрный блюз Это да Это пробирает И принимает Это было Там Со Stone Cold Crazy Точно эта песня А там Standing on the corner Так она начиналась Не помню, как песня называется Но вот Фанаты найдут Так у меня появилось желание Ну, я его реализовал сразу У меня так было всегда Под расколом Данила Колотвин Или Колотвин Или Колотвин Извини, Данила Что так просклонял Всё это ударениями Как вам идея Менять цвет заставки? Вы хотите, чтобы мы Поменяли цвета? В зависимости от направления Курса урока То есть, если блюз Голубой Если металл Чёрный Просто, если честно Ваш, безусловно Фирменный и кайфовый Красный Уже поднадоел Но У нас пока так Возможно, мы Снимем Какой-нибудь Офис в Биберево И там у нас будет Этажерка Ведро Кулер на заднем Фоне Возможно, печатная машинка Расскажите про свои акустики Вопрос от Данила же В особенности Про Вашборн с датчиками В Нейке Я его поменял Уже, собственно На вот этот Норман Поэтому он уже не мой Он был Американский Вашборн Кастом шоп Он вот такой был С датчиком В Нейке С микрофоном В принципе, гитара забавная Но звучит неакустично А как Что-то Какая-то странная Полуакустика Поэтому, собственно Я поменял Ну и Данила Я тогда добавлю Про те акустики Которые Вы можете видеть В наших разборах Давайте Прям раз навсегда Закроем этот момент Это канадцы Фирма Норман Модели одинаковые B20 HG High Gloss Единственное отличие У меня черное У Дениса Желтое Как вы знаете Еще у него есть Cutaway То есть Под 12-18 ладом Есть вырос Как вы видите На картинке У меня без него Почему у меня без него Потому что Если честно Гитара Прям на порядок 1000 на 5 Была дешевле И я не сказал Что я очень часто В тех ладах Что-то делаю Поэтому Так решил За все время По-моему Один или два раза Была ситуация Ну когда вот Пришлось тянуться туда Было неудобно Но это мелочи А гитары Прекрасные В подключении Хорошо себя проявляют И прям Оптимальное соотношение А цена-качество Пока что не подводили Идеальные Рабочие лошадки Михаил Ибраев Сделайте пожалуйста Разбор на Born to be wild Группы Steppenwolf Тут Андрей собирался Группировка Сброд Здравствуйте Ниних Будут ли разборы Произведений Которые связаны С игрой И с игровой тематикой Разборы Саундтреков Скопки Ну саундтреки Мы уже начали Кое-какие разбирать Но этого будет Точно немного Потому что Ну что-то Мы как-то Мало играем Мало Ну не так нам Это интересно Хотя я понимаю Что ажиотаж Видимо большой Но The Last of Us Да The Last of Us The Last of Us У меня Более молодые друзья Загласили В один голос Обе Обе Загласили Андрей Купса Будет ли курс Наверное Платный В скобках У нас все курсы платные По современному Блюзроку В частности Интересует Анализ игры Джоба на массы Также очень хотелось Быть возможность В качестве ресурсов Скачивать файлы Формата Guitar Pro Ведь по ним Так удобно Play и Long Дальше так Держать Больше блюза Хорошего и разного И не только Спасибо вам большое За пожелания И по поводу Современного Блюзрока Но он точно Наверное будет Смотря что считать За секс Как говорилось В известном пирожке Это не пирожок Был порошок По-моему Опять же Фанаты погулят Столько всего нового Знаете сегодня Надеюсь я Анализ игры Джоба на массы Ну Я не очень Интересуюсь Джоба на массы Возможно Володя Демьянов Интересуется Банамасой Ну я точно знаю Что он в каком-то виде Интересуется Банамасой Особенно когда Тот похудел Надеюсь Володя не смотрит Так что да Если мы будем С какими приглашенными Людьми писать Курс Как это уже Однажды случилось Тогда будет Наверное Банамас Если это кому-то нравится То есть мы так Кому нравится Тот делает Современный Блюзрок Ну опять же Что считать Современный То есть в общем Начиная с группы Крин Можно считать Современным Блюзроком В принципе Кенни Вайн Шепард Там ничего такого Прям вот Люто другого Не играет Поэтому это все Такое растяжимое Понятие По Блюзроку Точно будет курс Возможно Именно по Британскому Данил Неважно Как стать Великим музыкантом Как группа Дипепла Лайла Дзеппел Итог Далее Ну Это понятно Талант Заниматься Что-то еще нужно Кроме этого И отдельный вопрос Как писать музыку Написано Без знаков Приканания Поэтому Как написано Так и прочитал Как стать Великим музыкантом Смотря что Имеется ввиду По вопросу Влияния На других музыкантов Или по уровню Заработка Я думаю По уровню заработка Уже такого Не повторится С развитием интернета Ну пока Как бы Не видится Такого А по уровню Влияния Даже не знаю Я бы стал Если бы знал Я пытаюсь Каждый день Встаю с утра И пытаюсь Пытаюсь стать Сразу Сразу Как группа И Дипеопол Чем нужно заниматься Ну вот я уже сказал Поиграйте другие песни С группой Найдите Друзей Как писать музыку Ну я считаю Что такой вопрос Как бы Он если Вам дано То вы пишите Если вам не дано То вы не пишите музыку Возможно Возможно Вас многих Это разочарует Но как бы Не вы можете писать Но это будет Дайно плохо Опять же Если вам просто Это хочется А не вы не хотите Чтобы перед вашими Балконами Стояли толпы людей И скандинировали Ваше имя И фамилию Просто пишите Для себя Так что В общем Лучший способ В любом случае Писать музыку Это играть Как можно Больше чужой музыки Набираться опыта То есть смотреть Да Как вот Расположен куплет Припев Допустим Вот во вступлении Риф А где еще Риф После какого Куплета Анализируйте Творчество Других групп И возможно Вы что-то поймете Меня спрашивает Шелок Холмс Я ждал этого Довольно давно Телекастер Или Страд Мустанг Или Ягуар Джазмастер Или Спол Или СГ Джексон Или Банес Блюз Или РНБ Телекастер Мустанг Или Ягуар Джазмастер А Все Джазмастер Леспол Или СГ СГ Чтоб все Не как у людей Джексон Или Ябанес Джексон Мне кажется Что Ябанес Довольно бездушен А Джексон Менее бездушен Блюз Или Ритм Блюз Смотря что вы считаете Под Ритм Блюзом Если вы считаете Мадди Уолтер С Ритм Блюзом Тогда я затрудняюсь Ответить Если Ну Ритм Блюз Это имеется Обычно ввиду Что-то более попсовое Нежели чем Электрогитарный Блюз Ну то есть Допустим Песня My Babe Известная Little Richard Это Ритм Блюз Ну Блюз Блюз Я за Дип Дипсал Вопрос от Марина Назаровой Нас смотрят девушки Когда уже будет Больше акустических Разборов Таких как Дочейн И темы Из Игры Престолов Ну Они будут Точно Еще Насколько их будет Больше Это уже у нас По велению сердца Вот недавно вышел Как называется Эта песня Да Разбор от меня Да То есть Разбор от Андрея Он любит Такую Да Ну то есть Они бывают Иногда То есть Если именно Какие нить Пираты Из Карибского моря Вот эта тема Сыберная Фингерпикинга Мы такое Не приемлем Пидуров Задает нам Не вопрос А желает Нам удачи Больше уроков И Благословит вас На добрые дела Проведения Спасибо Пид Проведение Никому не помешает Дмитрий Катков А парни Большое спасибо Вам за 4 года Великолепной работы Enjoy Вопрос Как составить План ежедневного Занятия с гитарой Если скажем Можно выделить На это 2 часа в день Ну я как сказал Я поиграл 20 минут упражнения А следующий отрезок Я бы разделил На 3 Штуки Первое Это занятие ритмом Второе Это разбор новых И повторение старых Соло И третье Импровизация Поделите просто На сколько там 3 Оставшиеся час 40 Вот Я сделал бы так И делал кстати Ну Может не 2 было Побольше Даниил Степаненко Денис и команда Можно немного Много теорий касательно Правил построения Импровизации Я пытаюсь импровизировать Под бэк трек Но профессиональные Музыканты говорят Что например Тут должна быть Другая нота Значит Есть правило Сильных и слабых нот То есть Какие ступени Гаммы Пентатоники Должны попадать На тот Или иной Аккорд минуса Заранее благодарен Советую вам Даниилу Степаненко Одно Разбирать Как можно больше Чужих соло И вообще Не париться Вот это вот Какая сильная Какая слабая Именно анализируете Чужой соло Где там Какой аккорд И какая там Нота относительно Гаммы Не бойтесь Быть вторичным Этого никогда Не будет Поверьте мне То есть Это вот много У людей Много мистификации Относительно Импровизации Что типа Чувак просыпается Хватает гитару И сразу Начинает что-то Играть То что у него Рождается в голове Спросония На самом деле Это Воспроизведение Опыта других Музыкантов Это всегда так И в блюзе И в роке И в джазе Любое новаторство Основано На Очень мощном Бэкграунде Всегда И в классической Музыке Ярослав Рисков Напоминает О моем Обещании Разобрать Rolling Stone С Кимишелтер Да Обещание Все еще Актуально Единственное Возможно Это будет Двойной Разбор Возможно Вместе с Денисом Сядем Он разберет Партию Кита Ричардса Или я разберу В Open G Вот вторая Гитара Именно Соло В стандартном Строе Так что Скорее всего Сделаем Разбор На две Гитары По срокам Ничего Не обещаю Но Надо Конечно Надо И Ярослав Также пишет Что вы делаете Классные Разборы Спасибо И вам Спасибо Что смотрите У меня Просьба Разберите Пожалуйста Что нибудь Из Aerosmith У них Очень много Крутых Вещей Например Last Chat Или Sweet Emotion Мы разбирали Aerosmith Это была Песня Ты гда-да-да Ты гда-да-да Бог из вей Да Что-то не пошло Но пока Больше планах Нет Но возможно Что-то не придумано Green Tick Идеальная схема Домашнего Самостоятельного Занятия На гитаре Собственно Вот я его Изложил То есть На 4 части Упражнения Ритм Игра Соло Которую Вы уже знаете Совершенство Звука И все такое И разбор новых И на импровизацию Оставьте время Это идеально На мой взгляд Антон Гончаров Как написать Последности аккордов С обменом Лада К примеру Песни Дорисском Мотиве Зачем Переключаться Миксельдиски Хотел бы научиться Сочинять песни Джема В стиле Greatful Dead Для этого Вам нужно Как можно больше Разобрать песни Greatful Dead И уже Пытаться На основе Полученных знаний Сочинять Какие-то свои песни С обменом Лада Я не очень понимаю Честно говоря Вопросы Поэтому Оставлю Без ответов Потому что Я не понял Что имеется Ввиду Это Немного Неточная Музыкальная Терминология Тимофей Гущин Нас стреляют Тимофей Гущин Хех У меня день рождения Тоже 30 мая Поздравляем Вам Днем рождения Тимофей Мисс Пипис Или Пипис Как познакомился Со слайдом Что прикольного Пробовал использовать Как слайд А познакомился Я с ним Не помню Как Ну В какой-то момент Возможно В баре Или в сауне Как слайд Я использовал Естественно Рюмка Это классика Рюмка Бутылка Мобильный телефон Помада Вилка Нож Вроде все Рина Нейбор Как пропатчить Кайди И Ту Под Фри БСД Профиль Пуст Чем Вы все Хотели Заниматься До Музыки И самого Первого Лада Если Какие Планы На Будущее То Чем Вы Занимались Я До Первого Лада Был Преподаватель И Играющий Музыкант И Остаюсь До сих пор Стал Блогером А да И какие Планы На Будущее Ну Как Говорил в Фильме Что Мы Будем Делать Завтра Пинки То же Самое Что И Сегодня Брейн То Наоборот Что Мы Будем Завтра Делать Брейн То же Самое Что И Сегодня Пинки Мы Будем Завоевывать Мир Отвечу я На этот Вопрос Чем Вы Все Честно Сложно Было Сказать Чем Я Хотел Бы Заниматься Потому Что Я Точно Знал Чем Я Не Хочу Заниматься Я Знал Что Я Точно Не Хочу Заниматься Работой В Сфере По Которой Я Учился Поэтому Идея Создания Первого Лада Пришла В Нужное Время В Нужное Место И Разумеется Да Есть Очень Большие Планы На Будущее Сделать Самое Большое Русскоязычное Сообщество Гитаристов Выпускать Больше Бесплатных Крутых Разборов На Ютубе Выпускать Их Чаще Выпускать Больше Крутых Курсов Приглашать Крутых Музыкантов В общем Делать Все То Чтобы Вы Наши Подписчики Зрители Гитаристы Были Довольны А чем Мы хотели Заниматься До Создания Первого Лада Очень Сложно описать Никогда Не было Конкретной Мечты Типа Стать Там Каким-то Топ Гитаристом Или Режиссером Монтажером Актером Ничего Такого Хотелось Вот именно Какой-то Совокупностью Всех Этих Деятельностей Заниматься Естественно Что-то В меру Творческое Что-то Интересное Что-то Необычное Как-то Развлекать Людей При этом Радовать Помогать Возможно И Первый Лад Это Действительно Все Это Вместе Тут И Музыкальные Навыки Какие-то Требуются И Видео Мне всегда Было Интересно Как съемка Так и Монтаж Этим Тоже Занимаюсь Даже Развлечения Какие-то Есть Те же Зумы Или Всякие Эффекты Кто Хорошо Внимательно Смотрит Наши Видео Те Наверное Помнят Тираннозавров Сову И Все Прочее Так Что Даже Это Удается Иногда Делать Так Что Да Фактически Работа Мечты Приходите Работать Первый Лад Пиписка Дракона Нас Спрашивают Очень Странно То есть Дракон Видимо Тоже Дальний Большой Есть Такой Вопрос Занимаюсь Репетитором На гитаре Два Года Параллельно Занимаюсь По вашим Видеом Но Последнее Время Я не Замечаю Прогресс И Из-за Этого Пропало Какое Мотивации У меня Один Вам Совет Вы Сильные Вы Справитесь Ну То есть Если Вы Ся Не Можете Замотивировать Как бы Вас Никто Не Замотивирует А Пробрел Электрогитару Думаю Вернется Мотивация Но Все Такое Как Собственно Вернуть Мотивацию Я Не Знаю То есть Мне Кажется Человек Сам Кузнец Свою Счастье Ну Смените Преподавателя Если Вам Подсора Горят В среднем Возрасте Помогает Что-то Менять Устойчивое Долго Я Снизить порог Требований К себе Вот Андрей Знает В этом Толк Правда Я бы Хотел Ответить Но Мне Кажется Такие Вещи Знают Только Психологи И Вы Сами Психологи Я думаю Даже Лучше Джампинг Здорово Парни Как Относитесь К киношному Творчеству Битлов Тут Просто Лодку Переупускают Но Не все Они Ну А так Обожаю Вас И Ваш Канал Мы Вас Тоже Любим Джампинг Джек Удачи Я Честно Говоря Ни одного Фильма Не смотрел Так что Парни Пускай Я знаю Точно Кто Смотрел Все Фильмы И Мистери Тур Это Не Самая Лучшая Их Работа Основные Два Фильма Хелп И Хард Дай Знайт Хорошие Фильмы Я думаю Вопрос Простой Если Вам Нравится Битлз То И К Их Фильмам И К Йелло Сабмарин Тоже Вы Будете Хорошо Относиться Юрий Хиросава Как В наше Время Музыканты Зарабатывают На жизнь А все Тем же Самым Написанием Песенок И Продажи И Получение Гонорара За Концерт Если Этим Не хватает Преподавательством Дальше Идет Тяжелый Физический Труд Легкий Стриптиз Это Все Не К сожалению Но Преподавание Ну Понятно Что Все Хотят Просто Концертами И продажи Записей Зарабатывать Будут ли Еще Разборы Металлика Джимми Хенри Гондон Розес И Дебютирует Ли Наконец Кис Да Киндер Сэс Дебютирует Джимми Хенри Будет Гондон Роз Будет Металлика Мы В общем В вопросе На Мастеров Пап И Соответили На Этим Андрей Качковский Вопрос Денису Приходилось Ли Играть На Улицах Слэш Метро Для покушать Молодые годы Но я для покушать Предпочитал Какой-то другой Вид заработка Более тяжелый И скотинищий Типа там Поносить Что-нибудь Поэтому На улице Мне Приходилось Играть Еще Придется Не для заработка А забавы ради Мне кажется Ну То есть Я не Зарабатывать Я этим тоже Не хочу Просто Как-то Поразмяться Да Зарабатывать Нет Станислав Румянцев Приветствую Хотелось бы Научиться Акомпанировать На гитаре То есть Совмещать музыку И пение Планируется Ли такой курс Или в принципе Это нереальная тема Я считаю Курс Поэтому не надо Снимать Советую вам Играть риф И считать При себя Раз Или вслух Даже То есть Вы играете Что-то И считаете Раз И два И три И четыре И после того Как вы Сможете Сделать это Одновременно Попробуйте Спеть Я уверен У вас Все получится Денис У вас много Видео По фразировкам Будут ли В будущем Сыграть Целое Произведение На 2-3 Минуты Для развития В ютюбе Такого мало А то что есть Непонятно Как играется Быстрые партии Нет Разбора Или табов У вас Классика Рока Блюза Это то что нужно Спасибо вам За добрые слова Ну Идея хороша В принципе У нас есть Кое-какие Соло Такие В курсах У нас Есть Сборник Блюзовых Композиций Там Есть длинные Треки То есть Допустим Клэптон Фредди Кинга Там же Сан Хосед Фредди Кинга Там же Тексис Флот Который довольно длинный Там вот Как раз Можно Много чего На 2-3 минуты Разбирать Ну и возможно Что-то мы еще Выпустим Пороку Такую Лиспол Кастом Меня спрашивает Соболезную Кстати Да Что Вашу фирму Продали Лиспол Как ты снялся В сериале След Это отличный вопрос Я был молот И мне нужны Были деньги На самом деле Мой друг Барабанщик Денис Липатов Сказал Что нужен гитарист С рокерской внешностью Это у меня Хоть отбавляй Который играет На инструменте Для сериала След Ну то есть Который может Не просто изобразить Игру на гитаре А сыграть Ну вот Собственно Вот Я подошел Сыграл блестяще Жду предложений Беру недорого Артем Юдин Меня спрашивает Очень хочется Подробный разбор Солт с мажорной Пятатоник У нас уже есть Такой И в курсах И на ютюбе Даниил Макеера Спрашивает Что по вашему Является человек Достигший предела В умении Игры на гитаре Я считаю Что он является Абсолютным Абсолютом Света И Координацией Стьмы На периферии Образов Никита Лакхин Спрашивает Какие любимые Гитаристы Слушаете ли Негитарную музыку Слушаете ли Негитарную музыку И каких музыкантов Можете посоветовать Я слушаю Исключительно Негитарную музыку Но в смысле Где люди поют Периодически Хотя Как там Ангус Ян Говорил Что Песни Это Несколько перерывов Между соло Чего-то подобного Говорил Но я люблю Когда люди поют Когда сочиняют песни Я вот Не тот человек Который Допустим Как вот Барабанщики Говорят Он клево Сыграл на барабане То есть Я представляю себе Человека Барабанщика У которого Играется Допустим Не знаю Там Песня Битлз Хелк И он Слышит Вот такое Или бас 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 Ну да Если в таком случае Я слушаю Гитару А любимые гитаристы Ну по блюзу Да Я как сказал Буду снимать Выпуск Ну в зависимости От жанра То есть В джазе Я не очень хорошо Там Не очень много слушаю Гранд Грин Мне очень нравится В джазе Блюзе Мне много Нравится В роке Мне нравятся Гитаристы Которые классные риффы Пишут Китричерс Мне нравятся И все Гитаристы Ролик Стос Мне всегда нравились Мне нравятся Гитаристы Буклы Зеппины Много мне гитаристов Нравится еще Кого могу вспомнить Мне нравятся Оба гитариста Группы Пиксельс Сантьяго Собственно Вот прекрасно Всякие Вот эти Мелодические Штуки Пиксельс Делают Мне нравится Гитарист Культ Кобейн Вот Периодически Я тоже слушаю Да Много Можно перечислять Но вот То что Как всегда То что вспомнил Наверное Действительно Мне нравится Именно Вот В качестве Гитары В последнее время Много Блюгресс Гитаристов С кончером Ну а если Вас интересует Мой выбор То Назову всего одного Это Билли Гиббонс Из Зизи Топ Человек С каким-то Абсолютно Невероятным Гитарным Звуком Причем Большинство Людей Знают Зизи Топ По Альбому Эллиминейтор И далее То есть Там все эти Гимми Лавин Шат Дрестмен Но Хочу Обратить Ваше внимание Именно На ранних Зизи Топ Такие альбомы Как Техас Трезомбрес Там просто Какие-то Нереальные вещи Он творит Тогда не было Никаких процессоров Никаких Примочек И он просто Гитара Комбик Он заставлял Гитару Буквально там Орать Репеть Рычать Я не знаю Какими словами Это описать Просто песни Послушать Типа I'm Bad I'm Nationwide Например Лау Что за звук Что за атака Прям с ума сойти Так что да Билли Гиббонс Зизи Топ Один из главных Вдохновителей Что касается меня Кого я могу Выделить Из гитаристов Если брать Блюз То Мой любимый Блюзовый гитарист Это пожалуй Альберт Кинг Его Медленные Тягучие бенды На полтора На два На два с половиной Тона Очень часто Слушаю Особенно лайвы Ощущение Тотальной доминации Просто Когда Когда его слушаешь Очень Если вы вдруг Его не слышали Очень рекомендую И Наверное Рори Геллахер Это менее известный Блюзовый Блюзроковый Гитарист Ирландский Тоже очень классный Советую послушать Если не слышали И Если не брать Блюз Естественно Я не могу Не упомянуть Харрисона И Как ни странно Джона Леннона Из Битлз Что Харрисон Отличный Отличный Гитарист Который Прекрасно Понимал Что требуется Играть В конкретной Песне Чего играть Не требуется Очень большое Наслаждение Слушать И Соль на его Работу Особенно Первый альбом Тройной All Things Must Pass Тоже Всем очень Рекомендую И И Ритм гитары Джона Леннона Тоже Очень много Классных Песен Классных Решений Которые Он применил На мой взгляд Очень Два Недооцененных Музыканта Как гитариста С Хорошими Интересными Решениями В песнях Композиторских В общем Слушайте Ник А Доброе Времени Можно ли Узнать Судьбу Старых Роликов Которых Нет Аккордов И Тапов Например Литл Длинг Хендрикса Мелодия Не легкая Тапов Нет Можно же Их Просто На сайте К видео Прикрепить Как И Сталин Мы Подумаем Над этим И Возможно Сделаем Посмотрим Мы Так И А Максим Говорит А мы Так И Сделаем Шарли А Будут Ли Отдельные Уроки Или Целый Курс По Ритму Будет По Ритмике Курс По Ритму У нас Уже Были По Рок Ритму У нас Был Акустическому Будет Еще По Рок Ритму Не Акустическому Был По Блюз Там Акустические Блюз Это Весь Курс Целиком Ритмы Есть Еще Будет Но Я Очень Люблю Ритм Гитар Так Что Да Будут И На Ютюбе Очень Много Ритм Стиля Фендрикса Будут Все Такие Штучки Дмитрий Быков Почему Не беретесь За Разбор Dragon Force Из-за Сложности Или Жанра Из-за Жанра Тема Мемов Мой Вопрос Почему Мало Классического Блюза Стоит Ли Ждать Ну Мало По сравнению С чем Срава У нас Есть Не забывайте Сайт Там Тоже Много Классического Блюза Ну И Рок Тоже Надо Делать Акустические Другие Разборы Пытаемся Мы Скакать Это Господин Или Товарищ Можно Или Полезно Сочинять Что Либо На Инструменте До Конца Который Не Освоил Ну Вряд Ударит Молнией И скажет В какой-то Момент Ты Освоил Инструмент Старик Поэтому Если Вам Пучится Сочинять То Сочиняйте И Вы же Спрашиваете Какое Соло Можно Сыграть Только На Первом Ладо Соло Который Играл Мадди Волтер С Слайдом Вова Лагутин Реально Научиться Хорошо Играть Используя Только Интернет Без Индивидуальных Занятий С преподом Если Да То Как Долго Длится Такое Обучение Всегда Мне эти Вопросы Обескураживали Кому-то Надо Что-то Освоить За два Часа А кто-то Делает Два Месяца Поэтому Без Препода Есть Шанс Того Что Вы Будете Неправильно Извлекать Звук И Это Будет В целом Влиять На Вашу Звук Игру В целом Ну И Даже Не Все Преподы Хорошо Извлекают Звук Поэтому Еще раз Даю Совет Смотрите На руки Ваших Любимых Гитаристов Даже Если Это Слыш